Здравствуйте! Это программа «Наше время». Меня зовут Кирилл Политов. Он отлично играет в настольный теннис. Он с отличием закончил Алтайский государственный медицинский университет. У него четверо детей. С 10 декабря он возглавил Министерство спорта Алтайского края. Сегодня гость нашей студии Алексей Перфилев. Алексей Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте, Кирилл! Прежде всего, прошла неделя с момента вашего назначения. Как эмоции, как впечатления рассказываете? Да, уже прошла одна неделя. Ну, я, как мне кажется, уже вхожу в работу. Есть понимание того, что надо сделать. Есть понимание тех стратегических задач. Ну, и сейчас то время, наверное, для анализа и принятия каких-то необходимых назревших организационных решений. Ну, это, собственно говоря, как бы этап вхождения. Вот про решения уже есть какие-то первые? Ну, знаете как, здесь я подразумеваю как раз ту задачу именно с созданием нового министерства. То есть здесь нам важно как бы юридически зарегистрироваться, запуститься для того, чтобы уже после Нового года, как бы, соответственно, начать в новом статусе ту работу, которая будет являться продолжением того, что делалось предшественниками. Ну, там сомнительная, конечно, работа иногда делалась предшественниками. Об этом чуть позже поговорим. Но, насколько мне известно, 18 декабря должны зарегистрировать министерство. Во вторник. Завтра. Какие задачи ставил вам губернатор, если ставил перед назначением? Встреча была, нет? Ну, соответственно, моя задача сейчас подготовить стратегию на основании той обратной связи, которую я соберу от экспертного сообщества. Я здесь подразумеваю тренеров, спортсменов, федерации. Ну, а задача, собственно говоря, проста. Если мы говорим про массовый спорт, здесь должно быть на практике реально больше людей, которые увлекаются и занимаются. Если мы говорим про спорт достижений, здесь, конечно же, ну, уже все соскучились по результату. Есть ли понимание того, как решить главную проблему алтайского края, алтайского спорта, это нехватка финансирования? Вот какие пути вы здесь видите? Ну, тезис в том, что проблема только в деньгах, он на самом деле спорный. Но, если задан вопрос все же уже о деньгах, тогда, ну, наверное, три составляющих. Первое, это, собственно говоря, посмотрев на тот бюджет, который есть на сегодня, а он абсолютно адекватен тому общему бюджету алтайского края. Возможно, сейчас то время, когда, ну, что-то изменилось там за последние полгода, и, возможно, какое-то перераспределение произойдет. Но это, собственно говоря, первый блок. Второй блок, это, ну, очень такое настырное, в правильном смысле, участие во всех федеральных программах, федеральных проектах, для того, чтобы, ну, как минимум, попадать туда, да? Ну, собственно говоря, наша задача быть там первыми на скамейке, может быть, запасных, и все равно претендовать на тот ресурс, который мы можем получить с федерального уровня. Третий блок, это государственное частное партнерство. Как мне кажется, за последние годы уже появились правильные примеры, с одной стороны, с другой стороны, есть потенциал еще. И, возможно, здесь нам просто стать надо более открытым, для того, чтобы мы отреагировали на те предложения, сами активно искали тот бизнес, тот, может быть, административный ресурс тех общественных деятелей, которые могут поддержать те виды спорта, которым они неравнодушны. Безусловно, будут люди, которые поддержат здравоохранение, которые поддержат, не знаю, там, школу, построят дорогу, но и будут те, которые могли бы поддержать какие-то виды спорта. Возможно, есть те, которые уже поддерживают, и при дополнительной открытости с нашей стороны, они могли бы еще чуть больше поддерживать его. Поэтому здесь надо просто быть открытым и повнимательнее посмотреть, пообщаться. И, я думаю, есть в этом потенциал. Собственно говоря, это не идея, это опыт других субъектов и других территорий. Все, схема уже есть работает. Да схема уже, надо работать, эта схема. Говорят, вы будете развивать, ну, ходят такие, опять же, разговоры, спорт высоких достижений. Ну, а как же массовый этот спорт? Ну, знаете, наверное, если посмотреть на пирамиду спорта, все же массовый спорт, это та основа, на которой стоит все. И здесь, безусловно, тема здорового образа жизни, массового спорта, физкультуры, идем по нарастающей. Чем больше будет увлекающихся, занимающихся, тем больше попадет в конечном итоге на второй уровень, на уровень детско-юношеских спортивных школ. И на втором уровне тоже у нас есть задачи. Это и мотивационные программы, и здесь, безусловно, и по оплате труда рано или поздно возникнет вопрос. Здесь и переобучение на спортподготовку, это и возможность выездов на соревнования. И это в конечном итоге приведет уже, условно говоря, к команде мастеров, к спорту высоких достижений, к тому спортивному резерву, который и станет брендом Алтайского края. Так вот, про команду мастеров. Я знаю, что вы доктор. Вот какое лечение бы вы назначили футбольному Динамо, хоккейному Алтаю? Какой там диагноз-то? Ну, в здравоохранении принято так, что сначала диагностика. Скорее, наверное, мертв, чем жив, да, получается? Надо же разобраться. Сначала диагностика должна пройти. Тем не менее, вы же видите по последним результатам, по последним. Играм, матчам, сезонам. Ну, к сожалению, пока ситуация такая, какая есть. А что не хватает, ну, я все же вернулся бы к ответу через какое-то время. Потому что, ну, просто как бы заявлять там огульно какие-то вещи, это будет абсолютно несправедливо к тому коллективу тренеров, коллективу спортсменов, тем федерациям, которые заинтересованы. Поэтому какое-то время на то, чтобы пообщаться, понять, понять, какие объективные сложности, возможно, какие-то появятся и субъективные причины. Ну, здесь, на самом деле, спорт чем хорош, как бы, да? То есть, если есть заинтересованность, есть поддержка, то и результат не последует за собой. А когда болельщикам ждать вот этих выводов, решений? Ну, вопрос, конечно. Знаете как, здесь бы не хотелось каких-то там быстрых, коротких сроков, да? Ну, не потому что они пройдут, и, собственно говоря, как бы мы не успеем показать какой-то результат. Но давайте будем говорить о подготовке к следующему сезону. То есть, это как бы уже абсолютно реально, но, опять же, это реально при условии того, что будет поставлен правильный диагноз и будет назначено правильное лечение. Так, я понял. Ну, допустим, у футбольного «Динамо» следующий сезон, если мне не изменять память, начинается в конце июля, в августе. Ну да, мы говорим. У хоккейного «Алтая» в сентябре. Да. У баскетбольного клуба «Алтайбаскет», по-моему, тоже в сентябре. Ну и у волейбольного. Они примерно в одно время. Ну, собственно говоря, у всех же похожих календарь. То есть, минус полгода, да? Да. Полгода. Вы возглавляли федерацию настольного тенниса. Часто ли играете сами? И помогает ли вам это, может быть, сосредоточиться или наоборот расслабиться? Ну, знаете, если говорить о тренировках, то, наверное, это возможность отвлечься, да, хотя бы, ну, какое-то время, там, занимаясь спортом. Что касается соревнований, по мере возможности, раз в месяц пробую себя у теннисного стола. Настольный теннис у нас сейчас, наверное, многие говорят, будет спорт номер один развиваться. Настольному теннису до спорта даже номер 11 очень далеко, поэтому надо тоже, как бы, реально оценивать свои возможности. Пока, к сожалению, какие-то результаты наши заметны на уровне Сибири. Изредка, получается, на уровне страны. Ну, и здесь, знаете, как, это вид спорта, который, наверное, никогда, к сожалению, не будет таким зрелищным, каким есть и каким должен быть футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Это очевидно. Но, с другой стороны, посмотрим, может быть, и в теннисе все же будет определенная динамика. Потому что, собственно говоря, сейчас на теннисистов дополнительная ответственность ляжет, как бы. Они должны доказывать, доказывать еще более жесткой конкуренции. А какие еще виды спорта вам нравятся? Ну, знаете, я же во дворе вырос в период СССР, поэтому там было все просто. Во что играли во дворе, во что играли. Ну, это футбол, хоккей в пионералском лагере уже и в плане ОФП это футбол, это волейбол, баскетбол, ганбол. Ну, не знаю, какое-то время назад это сноуборд. А вот есть такое мнение у, опять же, некоторых болельщиков, что стоит отказаться, например, от какого-то профессионального клуба и эти деньги распределить между другими. Вы какого мнения придерживаетесь? А через какое-то время еще отказаться от какого-то и в конечном итоге перейти к омской ситуации, когда остался один авангард? Да нет, на данный момент все же нам, я имею в виду моим предшественникам, удавалось удерживать хотя бы в каком-то состоянии все виды спорта. И сейчас, опять же, возвращаясь, ну, скажем так, к той стратегии, это участие в федеральных программах и к возможностям государственно-частного партнерства. Здесь очень важно найти тот бизнес, который поддержит какой-то вид спорта. Но поддержит как? Не просто мы придем, будем что-то там, да, то есть это совместно, как бы, то есть мы будем обсуждать. Хорошо, а что профессиональные команды клуба могут дать взамен? Помимо того, что там, допустим, титульный спонсор будет и все. Ну, даже если посмотреть на ситуацию с хоккеем, да, есть все же те люди, вклад которых более чем заметен. Как бы, если на сегодня нам удастся достигнуть определенных договоренностей, я думаю, они готовы еще к более широким жестам и к большей поддержке. Вы сейчас про Карадин-арену, про Динамо Алтай? Ну, у нас есть несколько персоналей, которые более чем известны, более чем заинтересованы бескорыстно в развитии этого вида спорта. Поэтому, ну, я думаю, здесь получится. Что касается других видов спорта, ну, есть тот бизнес, который, в принципе, как бы готов пойти навстречу, да, и здесь поддержать, может быть, не столь публично это сделать. Поэтому, может быть, со стороны тех федераций по видам спорта, того тренерского коллектива, но все равно же вокруг вида спорта формируется определенный пул единомышленников, да. Ну, давайте выстроим открытый диалог, и, возможно, мы со своей стороны тоже сможем быть проводниками где-то для этого бизнеса, для тех там, собственно говоря, общественных действий. Я думаю, насколько мне известно, в других регионах есть такая практика, допустим, налоговые поблажки бизнесу делаются, он вкладывает в определенный там клуб, да, становится соучредителем или учредителем этого клуба. Формы партнерства могут быть разные. Да, разные. Здесь, да. Вы здесь какое видите в данной ситуации? Ну, здесь, знаете, как, периодически все же, возможно, у бизнеса возникают какие-то сложности, и когда на них, собственно говоря, там незаслуженно недооценивали их возможности вклада в социальную сферу, ну, здесь, наверное, стать надо более открытым, узнать их потребность. Ну, здесь есть пример, Алтай Баскета и Михаила Панфилова, да, он просто в один прекрасный момент сказал, все, не могу, больше вклада деньги. Ну, павел с Павел Тулин. Ну, опять же, тут можно говорить там о персоналиях, по-разному относиться, но баскетболу в этой ситуации, как бы повезло. Был один, стал второй. Идеально, наверное, чтобы их было двое, но здесь уже, как бы, есть свои на это, наверное, обстоятельства. В хоккее, ну, то есть, несколько же человек. Про хоккей, про наболезшую тему дворца, зрелищ и спорта. Что будет с этим объектом? Вы знаете, принципиальное понимание ситуации уже решение есть, поэтому давайте наберемся терпения, через какое-то время, ну, станет уже достоянием гласности. Ну, хотя бы раскрыть немного, это будет спортивный объект, он останется тоже. Это будет дворец спорта, в котором будет хоккей, это самое главное, как бы, лед заработает. Проспект Сибирский, 52, там уже сколько, почти 10 лет стройка идет, наша зенит-арена. Ну, здесь зенит-арена, наша алтай-арена. На самом деле, этим объектом мы участвуем в нескольких программах, были как объективные, так, к сожалению, и ситуации со стройгазом, которые повлияли на то, что этот объект стал. Но сейчас ему будет делено тоже внимание, опять же, по приоритетности, футбол и хоккей, это виды спорта для нас номер один, номер два, поэтому, ну, мы никак не можем обойти эту ситуацию, и она либо будет и дальнейшим бельмом таким, да, абсолютно неправильным, либо сдвинув его, ну, здесь мы снимем определенное напряжение уже в этом виде спорта и, в принципе, в спорте глобально. То есть, есть тема дворца, есть тема сибирский 52. На будущий год, я посмотрел бюджет Алтайского края, так вот там заложено 1% на спорт от всего бюджета. Не кажется ли вам, что это мало? Ну, знаете как, группа бизнесменов говорит о том, что за счет того, что они будут активнее работать, бюджет может увеличиться со 100 миллиардов до 200, соответственно, 1% уже будет не 1,2, есть такой путь развития. Можно, конечно, претендовать на полтора, на два, но если мы посмотрим внимательно практику других субъектов, как правило, сопоставимы относительные цифры, а в абсолютных прирастают. Бюджет не дефицитный, а профицитный, наверное, более. Ну, здесь либо профицитный, либо участие в каких-то федеральных программах, когда принцип софинансирования, да, то есть, если мы говорим о каких-то федеральных ресурсах, то необходимо и нам же со своей стороны обеспечивать какой-то вклад. Поэтому какие-то федеральные деньги, безусловно, это благо, но надо как бы и со стороны региона что-то делать. Как говорит Сергей Клевцов, когда бюджет, например, если бы был 3 триллиона рублей, то 1% на спорт вроде как и здорово бы смотрелось, когда такие суммы. Задача минимум и задача максимум для вас на данный момент как министра спорта. Как вы видите? Ну, давайте будем оптимистами, где-то и максималистами. Собственно говоря, наша задача, повторюсь, если мы говорим о той финансовой составляющей, да, собственно говоря, попробовать через какое-то время аргументированно выйти на увеличение региональной, но мы можем выйти на это только при условии, что мы будем участвовать в федеральной программе, где-то будет нас обязывать дофинансировать те федеральные деньги. Третий вариант – это государственно-частное партнерство. Это, если мы говорим о финансовом блоке, это наш ресурс. Если мы говорим о тех реформах и о том, что мы получим, используя этот ресурс, повторюсь, это тема массового спорта. То есть здесь наша задача к 2024 году выйти на 55% численности населения, которое будет заниматься спортом, массовым спортом, физкультурой. Важно, чтобы 55 реальных процентов были, да, и это будет заметно, да, то есть есть практика других территорий, где это, ну, это видно. Вот. Тема ДЮС США. Здесь мы тоже это обсудили, ну и, собственно говоря, профессиональные команды. Здесь ресурсы, здесь, как бы, объекты инвестирования. Алексей Анатольевич, пожалуй, крайний вопрос. А вот есть ли у вас понимание, может быть, сделать какую-то профессиональную команду, уж довести, скажем так, до ума, вывести ее в ранг выше, эшелоном выше, чтобы болельщики на нее ходили, чтобы дети подтягивались к дюшер. Ну, давайте попробуем. Чтобы не распыляться, скажем так. Вот есть у вас какой-то, может быть, футбол, хоккей. Ну, а как мы объясним другим видам спорта, что, собственно говоря... Ну, почему, ну, вот в Омске же объяснили, в Омске на авангард. Ну, объяснили, а если спросить у других видов спорта, все и обижаются на Омске авангард, потому что все остальные не имеют возможности даже выехать на Сибирь. То есть вы за плюрализм, за многограня. Ну, я не плюрализм, я за то, чтобы, посмотрев внимательно, там, где будет какая-то активность со стороны федерации, со стороны бизнеса, туда как раз дополнять. Там, где будет вкладываться, там мы будем поддерживать. Если говорить о каких-то командах, безусловно, самое простое, наверное, хоккей на траве, да, то есть это одна лига, это шесть команд, здесь какие-то дополнительные инвестиции, дополнительные внебюджетные ресурсы, они позволят как бы попадать уже в призеры. Ну, вот есть такой подход. Можно, конечно, там весь, не знаю, бюджет спорта спустить, там, условно говоря, на какой-то вид спорта, набрать внешних игроков, как бы получить там медали. Ну, а что это даст, как бы, на долгосрочной перспективе? Все же команда мастеров, это в этой пирамиде та мотивация, которой ребятишки потихонечку-потихонечку растут-растут, и они стремятся туда, не уезжая никуда. Вот здесь, и здесь. Вот тут тоже беда. Вторая составляющая, каким-то образом надо, не знаю, использовать средства массовой информации, общественное мнение, ну, культуру боления, не знаю, там, фанатскую культуру от этих команд. Бывают в Европе же прецеденты, когда оказалось, там маленькая деревенька, а они все этой деревенькой ходят на матчи, как бы, и болеть за свою, там, мини-Барселону, да, им никто не нужен, как бы, они за ней будут. Ну, чего-чего, но болельщики у нас любят команды, поверьте. Ну, значит, все будет хорошо. Все будет хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Пожелаем вам, чтобы ваши планы сбылись. Будем работать. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, у нас в студии был Алексей Перфилев, министр спорта Алтайского края. До новых встреч, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok